Друзья, мы следим за творчеством Димаша с 2017 года. И за это время у нас появилось огромное количество друзей из самых разных частей света. И среди них есть много людей, которые делятся с нами своим опытом, обучают нас, дают советы. Конечно, главным учителем для нас стал именно Димаш. И поэтому я бы хотел поделиться с вами главными уроками, которым он научил нас. А может быть, кстати, и вас тоже. Итак, первое – это уважение ко всем людям. Димаш очень почтительно и с огромным уважением относится ко всем, кто его окружает, а особенно к старшим. Например, вы помните, когда на встрече у Андрея Малахова он назвал Юру Шатунова «Дядя Юра». И это было сказано с таким большим уважением, так как Димаш не может никак обратиться к другому человеку, который старше его, просто по имени. Игоря Крутого Димаш называет Игоря Яковлевича. Да и просто видно, как он общается с музыкантами своей команды, с поклонниками его творчества. Он всегда очень тактичен, аккуратен. И самое главное – никогда не отказывает никому в просьбе сделать совместную фотографию или поставить автограф. Это его черта очень нам помогает. Несколько раз мы встречались с очень уважаемыми людьми, и наши наблюдения за тем, как ведет себя Димаш, нам всегда очень сильно помогали. Второе, что бы я отметил – это работоспособность. Димаш регулярно ночами оставался в студии, чтобы закончить работу над чем-то из музыки, закончить какую-то песню, записать демо или вокальный фрагмент. И это несмотря на то, что по 8 часов он занимается вокалом. И кроме этого он успевает и на тренировки танцевальные, успевает участвовать в разных событиях, будь это какие-то светские мероприятия или благотворительная деятельность, да даже просто фотосессии. А во время работы в Китае я знаю, что он постоянно перелетает из одного города в другой, и иногда даже ему приходится спать по 4 часа в сутки, а бывает даже, что и вообще весь день проходил без сна. Так что, в общем, Димаш – невероятный трудоголик, и, конечно, мы стараемся хоть на 10% успевать за ним в этом плане, но это не всегда получается. Будем еще лучше вот в этом плане стараться. Все-таки, как известно, терпение и труд – все перетрут. Третье – это, наверное, самое главное. Это то, как он воспринимает свое творчество. Мы знаем, что он максимально критично относится к своей работе и даже не может смотреть на реакции на свои выступления. Он как-то об этом сказал, потому что во время этих реакций он постоянно анализирует, как он спел. И вот этот вот перфекционизм, требовательность и дисциплина по отношению к самому себе – это, конечно, что-то недосягаемое. Достигнуть такого уровня профессионализма можно только тяжелейшим трудном, ежедневной работой над собой. Вы ведь знаете, наверное, что большая часть артистов, они страдают от нарциссизма. Точнее, они сами не замечают вот эти вот страдания, но окружающим это заметно. Сами-то артисты думают, что они в полном порядке. Ну, конечно, я думаю, что им тоже надо хоть иногда смотреть на себя со стороны, делать анализ, что можно сделать лучше, где и как исправить ошибки. В общем, такая вот особенность – она настоящий двигатель прогресса. И у Димаша она работает на каком-то феноменальном уровне. И, возможно, наряду с его талантом и трудолюбием это один из факторов его невероятного успеха. И самое главное, что он не останавливается на достигнутом и продолжает, продолжает развивать себя, развивать свои таланты. И в этом, конечно, мы тоже стараемся брать с Димаша пример. Вот такие три урока, друзья, пришли мне на ум, и я решил с вами ими поделиться. Есть и многое другое, в чем мы берем пример с Димаша. Ну, не знаю, будет ли вам интересны такие рассуждения. Если что, напишите в комментариях. А пока что, друзья, прощаюсь с вами. До скорого. See you soon, my friends.